В эфире новости губернии и вот о чем расскажем. Новые спортивные игровые площадки, пристройка к детскому саду, дороги, перспективы развития микрорайона ПО-14 в Иванове обсудили сегодня с губернатором. Чего хотят местные жители? Расскажем. В Ивановской области приступили к уборке южной культуры. Рапсом для тех, кто его никогда не видел. Посмотрите, что убирают. Вот такие вот зернышки. Аграрии посмотрят на урожай этого года, но уже ясно, площади будут расширять. Не пропустите наш репортаж с полей. В последний месяц Центральной России наступила аномальная жара. Подобные рекорды за последние 75 лет наблюдались нечасто. А метеозависимым в такую погоду нелегко. Как ивановцы справляются с аномальной жарой? Узнаем. Редко в судебной практике в жестоком обращении с животными обвиняется хозяин собаки. Расскажем грустную историю Элли. Коктейли из реагентов. Первая стена для легального граффити. Открытые тренировки со звездами футбола и волейбола. Цветочный корабль и яркий конкурс фейерверков. Вы классные! Вы лучшие! С праздником! С Днем города Иваново! Ну а также не пропустите доступные южские жемчужины. Противостояние на Святом озере закончилось временным перемирием сторон и снятием бетонных блоков. А озеро Вазель пало жертвой вандалов. Смерть на перекрестке, гонки по ночному городу и груда металлолома вместо машины. Хроника происшествий в нашем эфире совсем скоро. А теперь об этих и других темах подробнее. С вами Наталья Сергеева. Добрый вечер. Новые спортивные и игровые площадки, пристройка к детскому саду, дороги. Перспективы развития микрорайона ПО-14 в Иванове обсудили в понедельник горожане с губернатором. Чего хотят местные жители, узнала и расскажет Марина Зенина. Ясли в 152 детском саду в микрорайоне почтовое отделение 14 появились в прошлом году. Рядом с основным зданием возвели пристройку. Теперь здесь занимаются около 60 малышей от полутора до трех лет. Современная мебель, игровое оборудование, новый пищеблок. Тепло зимой? Очень тепло. Тут у нас теплые полы. И это здание очень тепло. Как кормят? Хорошо. Дети? Довольно. Дети поправляются. За этим следите. На улице площадки со специальным покрытием. Родители довольны. Единственное, хотели бы постоянного медработника. Сейчас, сами знаете, напряженка с кадром здравоохранения. Поэтому прошу отнестись к этому с пониманием. Сейчас поликлинику комплектовому – это сейчас самое главное. Всего сад посещают 211 ребят. Работают 17 педагогов. Утром рядом с воротами – аншлаг. А на улице у северного аэродрома родители припарковаться не могут. Все занято военными. Один раз меня уже поймали, меня оштрафовали. Хотя я объясняла, что я только привезти ребенка. Сейчас я просто паркуюсь в близлежащих дворах, где-то недалеко. Но опять же, если зима, то это огромные сложности с парковкой, потому что дороги не чистят. В этом году для военных организуют отдельную парковку. Это должно немного облегчить ситуацию. Продумают и варианты парковки у самого детского сада. Вот как на вокзалах, аэропортах делается. Что-то вот такое. Место для выставки. Здесь нужна, это же не парковка как таковая. Что, сколько там надо? 5-7 минут. Раздеть ребеночка. Хорошо, посмотрим. Три года подряд у дома 260. В микрорайоне ПО-14 строят и улучшают спортивную площадку. Теперь здесь занимаются ребята со всей округи. У нас здесь достаточное количество спортивных площадок, детских площадок. Но, конечно, в некоторых дворах уже требуется замена. У нас в этом году по городу большая достаточно замена идет детских площадок. В основном таких совсем старых. Но эти площадки сейчас демонтируются. Мы как-то говорили с городскими властями, мы деньгами помогли. Если мы что-то демонтируем, мы на этом месте обязательно монтируем новую детскую площадку. В этом году впервые положили асфальт и проложили тротуар вдоль дороги на улице полка Нормандии-Неман. Что касается строительства детсадов, за последние пять лет в Иванове открыли пять новых дошкольных учреждений. Они также появились в микрорайоне Рождественский, Видный, на улице Акуловой. После не слишком летней погоды в июле августовскую жару воспринимают как подарок. Впрочем, высокая температура последнего летнего месяца несет в себе и опасность для здоровья жителей. Одно, те, кому не надо работать, спасаются возле водоемов. Напомним, в области купания разрешено на 29 пляжах, семь из них частные. В Иванове это всего три парка – Харенка имени Степанова и парк «Революция» 905 года. В городах для тех, кто не имеет возможности прийти на пляж, существует опасность получить тепловой или солнечный удар. Признаки теплового удара – головокружение, головная боль, учащенное сердцебиение, тошнота, холодный пот, покраснение лица, в худшем случае – потеря сознания. Как сообщает Департамент здравоохранения, в связи с жаркой погодой, за неделю с 31 июля по 7 августа с тепловыми ударами обратились 12 человек, 6 – в Иванове, ну и столько же в области. Для сравнения, с 24 июля по 30-е на тепловой удар пожаловались всего трое. Эта проблема может коснуться любого человека, который не соблюдает рациональных правил поведения в знойную погоду. Но есть и группы риска. Кто больше подвержен тепловому удару? Но прежде всего кто? Это наши дети и пожилые люди из-за того, что у них терморегуляция несовершенна. Это пациенты кардиологического диспансера с заболеваниями сердца, гипертоники, пациенты с ишемической болезнью сердца. В группу риска относятся больные и эндокринные профили. Вообще очень многие думают, что проблема теплового удара, она несерьезная. Но они очень заблуждаются. Это такой коварный недуг, и необходимо пациенту сразу оказать срочные меры помощи. Ну, вообще человеческие, да, наверное, даже не знаю, как их назвать. Ну и, конечно, обратение к медицинским работникам, вызов скорой помощи. Что ж, аномально жарким обещает быть август Центральной России. Вместе с температурой повышаются и риски для ухудшения самочувствия. Как справляются со зноем горожане, у ивановцев узнала Юлия Семина. Последний месяц лета порадовал нас очень теплой погодой. Но не всем такая температура дается легко. Мы решили узнать, как ивановцы справляются с такой жарой. Как вы в такую жару вообще спасаете? Есть лайфхак какой-нибудь? Я вам единственное скажу, спасение только во Христе. А жара – это просто оптимальные погодные условия для человека. Пускай привыкают к жаре, набираются витаминов солнечных. У меня веер. Я ношу с собой веер, но он ничем не помогает. Очень жарко. У меня болит голова. Нет, водишь, пью, и все. Саем с девушкой, и очень даже хорошо. А как? Расскажите. Как видите. Легко и непринужденно езжу на велосипеде с ветерком. Да нет, все. Как жары? Я переношу нормально. А у вас тут трубка, что это там, вода? Ну да. Ну вот не думали поливаться? Нет. Поливаться я не буду, но не поливом, ладно, налить надо и бочки. А вот как думаете, стоит выходные сделать от работы в такую жару? Да. А почему? Чтоб люди отдыхали и освежались. Пусть отдыхать руководители пусть дают отдых. Я думаю, нет, просто может ограничить как-то во времени. Ну, период есть такой опасный, когда солнце палящее, где-то часов, может, с часу, до трех, вот так вот. Обязательно. А почему? Ну как? С верстей ходим больше. А где вы купаетесь в такую жару? Может быть, есть какие-то места? Нет. То есть нигде не купаетесь? Вообще нигде. А почему? В джакузи дома. Все. В Волге, в Семигорье. Хромцово классно. Там песочек такой. Там хорошо. Ну, парк Харинка тоже. Иногда там можно купаться. Ну, или же съездить. На Рубск? Да, на Рубск. Секретные места, где я закупаюсь, чем? Купаетесь где, на речке? А, купаюсь? Закупаюсь. А я где, где ситуация заставит. В основном дома под дышим. А вот если ситуация заставит на улице, где купаться, знаете? Где купаться? Я думаю, неплохо бы, если у нас какие-нибудь душевые бы поставили где-нибудь в городе. Было бы классно. Мы узнали, как ивановцы справляются с такой жарой и какие есть места для купания. Юлия Семина, Денис Железов, телекомпания «Барс». Две смерти на воде произошли в области за эти выходные. В пятницу, 4 августа, в Фурмановском районе на реке Шача утонул мужчина. Труп водолаза обнаружили недалеко от деревни Косогоры. Мужчина, судя по всему, рыбачил и запутался в собственных сетях. 5 августа около двух часов дня шуйским спасателям сообщили, что недалеко от городского пляжа утонул человек. На моторной лодке водолазы выдвинулись к месту происшествия. Когда они подняли тело человека, было уже поздно. 20-летний парень пробыл в воде больше 10 минут. Стоит отметить, что глубина на том участке составляла 2 метра. Однако молодой человек выпил и не смог переплыть реку шириной 10-15 метров. Зато в воскресенье 6 августа в поселке Колобово Шуйского района трагедия удалось избежать. Местные жители самостоятельно спасли ребенка. Около 10 вечера мальчик лет 13 купался в реке Сибирянка и начал тонуть. Местные жители бросились на помощь и достали подростка из воды. Ребенка передали бригаде скорой помощи. В субботнем днем в Кинишме на улице Подгорной лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Ауди А8. Водитель ВАЗа, двигаясь в сторону Сокольников, начал сворачивать к городской бане и не пропустил двигавшуюся в сторону Никольского моста Ауди. Удар был такой силы, что от ВАЗа осталась груда металла. Иномарка улетела в кювет и дерево. На место прибыла скорая помощь. Серьезные травмы получил водитель ВАЗа. В воскресенье в 10-м часу вечера на перекрестке улицы Куконковых и проспекта Строителей насмерть сбили мотоциклиста. Роковой для гонщика стала встреча с поворачивающим грузовым такси. Мужчина скончался на месте происшествия. Интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одни уверены в виновности мотоциклиста, а другие – водителя грузовика. Одни пишут, что мотоциклист изначально ехал по левой полосе и должен был повернуть налево. Однако нарушил правила, перестроился и погнал прямо. Другие уверены, что водитель «Газели» мог видеть, как мотоцикл пересекает перекресток на зеленый сигнал светофора, но не убедился в безопасности маневра перед тем, как совершить поворот налево. За выходные спасатели 11 раз выезжали на тушение пожаров. В шести случаях горел мусор. В Палехском районе в субботу загорелись потолочные перекрытия в бане. Прибывшие огнеборцы совместно с добровольными пожарными оперативно ликвидировали возгорание. В 12-м часу ночи поступило сообщение о возгорании на 1-й Дубковской улице в Шуе. Когда пожарные прибыли на место, горел дом по всей площади – более 70 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Около 7 утра в воскресенье поступило сообщение о возгорании на 2-й Нагорной улице в Иванове. Из окна первого этажа шел дым. Эвакуировали пять человек. Огонь повредил холодильник и кухню. Предварительная причина – аварийный режим работы электропроводки холодильника. Жаркие выходные собрали горожан у доступных водоемов. Однако реакция на хорошую погоду у всех разная. К Святому озеру в Южском районе проложили альтернативный маршрут. На озере Вазель учинили погром. Проблема с проездом на Святое озеро решена. Об этом пишут отдыхающие. Шлагбаума больше нет, бетонные блоки отодвинули. Подъехать к воде можно на машине. Отдыхающие также проложили по лесу альтернативный маршрут. Так что теперь препятствия им не страшны. Поставили зеленую кабинку, но она была заперта на замок. Добросовестные отдыхающие снесли к ней мешки с мусором. На благоустроенном озере Вазель в том же Южском районе тем временем неизвестные поломали фонари и содрали информационный баннер. Вандалы орудовали в ночь с 5 на 6 августа. Сотрудники полиции внимательно изучили записи с камер наружного видеонаблюдения. Личности вандалов, поломавших осветительные приборы, установлено. Проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о привлечении права нарушителей к ответственности. Городские жители изнывают от жары, а на селе вовсю идет уборочная кампания. Наша съемочная группа посмотрела, как собирают рапс. С полей репортаж Дарьи Костиной. Мы в Кенишемском районе на рапсовом поле. Вообще-то это южная культура, но с 21 года ее выращивают здесь. Это поле в 36 гектаров, его должны убрать за один день. А собирают вот такие вот зерна. Один комбайн за смену убирает 20 гектаров. Виталий говорит, рабочий день начинается в 6 утра, заканчивается в 9 вечера. Но не жалуется, привык. Сам он из Краснодарского края. Как такую погоду переносите? Ну хорошо, мы тоже на юге живем. У нас там бывает еще жарче. А кондиционер у вас есть здесь? Где покажите? Вот, вот, вот включается, холоднее. Тяжелая работа, ведь мало, наверное, кто хочет так работать. Ну, сейчас да, молодежь не загонишь. А вас как загнали? Я привычный к этому делу с детства. Это одно из полей компании Грейнрус Агра. Первый урожай собрали в прошлом году. Маловато было примерно 2,5 тонны с гектара. В этом году рассчитывают минимум на 3. Компания Грейнрус в этом году посеяла самую большую площадь по рапсу, 700 гектар. И пока мы видим самые высокие показатели по урожайности. Вот в среднем прогнозируется 30 центнеров. Но есть участки, есть поля с урожайностью и 40 центнеров с гектара. Надо сказать, что в советское время рапс, ну и вплоть, на самом деле, до 20-х годов уже нашего столетия, рапс никогда в Кенешемском районе не сеяли. Эта культура стала новой для района, но показывает, несмотря на то, что раньше эта культура считалась южной, показывает хорошие результаты. Технологии выращивания аграрии не раскрывают, говорят, коммерческая тайна. Посмотрят, какой соберут урожай в этом году, но уже решили, площади будут расширять. Спрос есть. Из рапса изготавливают масло, которое используют в кулинарии, косметологии, медицине, а также для создания смазочных материалов и топлива. Сбыт идет по Российской Федерации. Нашим партнерам рапс пойдет, скорее всего, на маслобойные какие-то предприятия. Ну и остальные культуры также будут расходиться по отраслям. Скорее всего, что-то пойдет на подготовку комбикормов, значит, что-то в пищевую промышленность. Это предприятие также выращивает ячмень, горох. В целом, отметил Денис Черкесов, уборка урожая в области идет хорошо. Погодные условия позволяют. На сегодня убрано 3% зерновых со средней урожайностью 40 центнеров с гектара. Дарья Костина, Денис Железов, телекомпания «Барс». Впереди у нас будет реклама. Не переключайтесь, вот что покажем. Редко и в судебной практике в жестоком обращении с животными обвиняется хозяин собаки. Расскажем грустную историю Элли. Коктейли из реагентов, первая стена для легального граффити, открытые тренировки со звездами футбола и волейбола, цветочный корабль и яркий конкурс фейерверков. Вы классные, вы лучшие. С праздником, с Днем города Иваново! Интеркомтелл в вашем телефоне. Скачайте приложение и оплачивайте услуги онлайн. Общайтесь со специалистами компании в удобном чате. Быстро, надежно и безопасно. Это новости губернии и мы продолжаем. Искалечил собаку и выбросил в мусорный контейнер. Январская история, шокирующая своей жестокостью, получила продолжение. Расследование уголовного дела завершено. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой. Материалы направлены в суд. В жестоком обращении с животными обвиняется 30-летний Ивановец. Морозным вечером 28 января приют «Майский день» опубликовал шокирующие истории о том, как на улице Акуловой в мусорном баке жители обнаружили собаку с рубленными ранами на голове, шеи и лапах. Вокруг все было в крови, собака скулила. Волонтеры приюта прибыли на место и доставили животное в ветеринарную клинику в крайне тяжелом состоянии. Специалисты диагностировали черепно-мозговую травму, проникающие ранения в лобные пазухи, сотрясение мозга. Врачи Центра современной ветеринарии боролись за жизнь малышки. Состояние удалось стабилизировать. Между тем «Майский день» направил заявление в полицию. Жители улицы Акуловой сообщали о том, что в местном магазине странный мужчина громко рассказывал о том, что порубил собаку в фарш. За состоянием Элли следили тысячи подписчиков, и девочка пошла на поправку. Уже в феврале она благодарила всех, кто принимал участие в ее спасении. В свою очередь хозяина собаки установили. По версии органов дознания, 30-летний Ивановец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял свою собаку за задние лапы и ударил ее головой об пол, а затем об топор. Решив, что собака мертва, мужчина завернул ее в пакет и выбросил в мусорный контейнер. Дело о жестоком обращении с животными направлено в суд. По этой статье предусмотрены различные виды наказаний, в том числе лишение свободы на срок до трех лет. Элли оказалась веселой и жизнерадостной. Она ждет новых хозяев в приюте «Майский день». Валентина Перекрестов, телекомпания «Барс». Сейчас к другим темам. Город Иваново в минувшие выходные широко отпраздновал свой день рождения 152 года. Фестиваль «Оватьфест» посетили более 100 тысяч человек. Моя коллега Алина Марчева расскажет, как это было. Набережная между Банным и Соковским мостами. Впервые здесь появился студенческий образовательный городок с интерактивным пространством. Сегодня все вузы города Иваново собрались для того, чтобы представить нашим жителям проект совместного труда, консорциум. И, соответственно, проект, который в скором времени в нашем городе будет реализован, это студенческий кампус для молодежи. Здесь каждый может попробовать себя в роли молодого ученого и приобщиться к жизни университета. Архитектурные проекты, мастер-классы по макетированию, абстрактность живописи, тепловая карта человеческого тела, история денег от монет до цифрового рубля. А это химический бар, где готовят бесплатные коктейли из реагента. В арсенале бармена пробирки, разделительные колбы, пинцет, стеклянные палочки и немного сухого льда. На самом деле все просто. Мы берем обычные сырье, самые обычные соки, обычные газировки, лимонады, но подаем их в красивой химической посуде. Это, на самом деле, производит какой-то некий ажиотаж, что ли. Переносимся дальше. Граффити-фестиваль у Самуловского моста. Короткими нажатиями, не сильными, то есть там, допустим, вот. Мы можем далеко сильно нажать, а можем легонько и близко. Здесь собрались более 30 художников из Иваново, Москвы, Волгограда, Костромы и Ярославля. Все они вдохновляли с образцами текстильной промышленности Ивановского края. Позаимствовали гамму и переносят ее на первую в городе стену для легального рисования граффити. У нас есть взрослые художники, которые рисуют по техническому заданию и соблюдают гамму. А есть там дальше интерактив, там рисуют дети, они самовыражаются, мы их никак не ограничиваем. А это стена для легального творчества, соответственно, на ней можно будет и дальше рисовать в режиме вообще 24 на 7. Идем дальше. Новая набережная между Соковским и Самуловским мостами. Здесь гости фестиваля могли попрактиковаться в зумбе или йоге. Идем дальше. Поднимаемся вверх и стороны в сторону. Ну а здесь на спортплощадке у нас сразу два текстильщика, футбольные и волейбольные. Они проводят мастер-класс, учат базовым элементам и подача. Через сетку занимается баскетбольный клуб «Энергия». Присоединиться могут все желающие. Ну а самые маленькие могут нарисовать плакат в поддержку любимой команды и получить приз. У нас есть наша небольшая звезда, которая покажет нам передачу, основу передачи сверху. Также есть у нас два либера, которые покажут прием и два нападающих, которые покажут, как правильно бить по мячу. Всем советую детям, потому что это и как для физического развития полезно, и плюс какая-то дополнительная социализация и тоже коммуникация. Поэтому я всем советую. Ну и не только, ну именно не только футболом, а в целом и другими видами спорта тоже и можно сочетать. Всего в городе работало 15 различных локаций с мастер-классами, уличными театрами и лекториями. Один из них – образовательный проект «Сулон», в рамках которого ивановцам рассказали, гуляли ли динозавры по земле Ивановской. От музея Бурылина до площади Пушкина проплыл цветочный корабль, где артисты театра показали красочное карнавальное шоу. Сейчас работает шатер дизайнерский, дизайнерский маркет, где можно купить одежду ивановских дизайнеров и аксессуары. Большие ремесленные ряды, фермерские ряды. День города и фестиваль «Овэтьфест» – это такое подведение итогов положительных изменений в городе. Это и строительство новой набережной, и то, что сейчас появилось очень много фестивалей в городе. Итог положительных преобразований отметил и губернатор на вечернем концерте, когда приветствовал горожан. Как настроение? Дорогие мои, с праздником, с днем города, любимый город, с праздником, с праздником. Смотрите, смотрите, сколько людей. Мы с вами город преображаем вместе. Ремонтируем дороги, связали город со многими городами, самолетами, поездами, набережную с вами строим. Но это все не главное. Что главное в Иваново, кто знает? Люди, вы главное. Вы классные, вы лучшие. С праздником, с днем города, Иваново! Завершился день города конкурсом фейерверков. Программы представили четыре команды. Салюты Сибири из Новосибирска, салюты Проволжья из Самары, Большой праздник из Курска и огни Большого праздника из Нижнего Новгорода. Победу одержали нижегородские пиротехники. Алина Марычева, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Ну а еще в день города в Иванове заложили аллею космонавтов. Она расположилась в строящемся микрорайоне Звездный. Аллею высаживал глава города Владимир Шарыпов вместе со звездными гостями праздника. В закладке аллеи принимали участие два космонавта. Герои России Олег Новицкий и Александр Калери. Они высадили пять декоративных яблонь, сформированных специалистами в форме плакучей ивы. Аллею продолжат вместе с развитием Звездного микрорайона. Сегодня наш город празднует свой очередной день рождения, 152-й. И к каждому этому празднику мы подходим с таким небольшим отчетом о том, что сделано у нас в сфере экономики, в сфере благоустройства, в сфере дорожного строительства. Везде у нас есть успехи. Это наше общее достижение всех горожан. Конечно, мы будем дальше стремиться все вместе делать наш город красивее, уютнее, добрее. И все больше и больше людей будет к нам приезжать не только в гости на день города, но и я уверен, что переезжать сюда будут жить. Впереди новости синоптиков. Расскажем о погоде. Привет, я Вера из ВТБ. А ВТБ 200 дней без процентов по кредитной карте. В любую погоду вас тепло встретят в каждом отделении ВТБ. Приходите. Во вторник в нашем регионе ожидается ясная солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 26-28 градусов. Ветер юго-восточный 24 метра в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 49%. По прогнозам синоптиков, жаркая погода задержится на ближайшие дни, но временами, возможно, небольшие осадки. Внимание! Бывалая акция. Карнавал угощений. Текстильный центр Рио-Иваново дарит бургеры, лимонад, кофе и текстильные подарки своим покупателям. На каждую тысячу рублей вашей покупки получайте 50 Рио-рубликов и обменивайте на вкусные призы. И к этому часу все. Текстовые фото и видеосообщения к нам в редакцию. Присылайте по номеру телефона, который видите на своих экранах. Информационные итоги дня подведем в 20 часов 30 минут. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова